Ребята, всем привет! В этом видео я буду за кадром, потому что хочу показать вам очень красивый маникюр с необычным дизайном. Также вы увидите мои покупки Zara и Faberlic. Оставайтесь со мной, будет очень интересно. Это мое рабочее место, я уже все подготовила. Кстати, если вы недавно подписаны на мой канал, то наверное не знаете обо мне один очень интересный факт. Маникюр я делаю себе сама уже с 14 лет. Мне очень нравится сам процесс, я долго думаю над дизайном, выбираю красивые какие-то рисунки и сейчас вы увидите, что мне понадобится. Во-первых, это база от Oxy. Два покрытия, кашемировая и глянцевая, также от Oxy. Новинка, которая у меня появилась, очень красивый лавандовый гей-лак, оттенок номер 42. Дополнительные цвета, белый, черный и беджевый от Коди. Сперва я убираю глянцевую поверхность бафом, чтобы лак лучше держался. Обезжириваю ноготь. Тонким слоем под кутикулу наношу базу, затем по центру поставлю большую каплю и дам ей равномерно распределиться. За это мне и нравится лак от Oxy. Сделаю дизайн на большом пальце. Основной цвет бежевый уже нанесла. Тонкой кистью ставлю фиолетовые точки. Вот что должно получиться. Черным цветом делаю рисунок. Вот такой леопардовый принт у меня получился. Далее покрываю все матовым топом. Мне с матовым нравится больше, чем с глянцевым. Остальные ногти я покрыла новым фиолетовым гей-лаком. Мне понравилось его качество. И вот такой дизайн получился. Здесь я нарисовала панду и маленькое сердечко. Как вам результат, ребята? Напишите. Мне очень нравится. На другой руке я сделаю стразы. У меня есть набор. Тут и большие, и маленькие. Остался один ноготь. Смотрите, как хорошо ложится фиолетовый гей-лак. Даже в один слой. Очень плотный. Теперь нанесу матовое покрытие. Отправляю в лампу. Жду от вас с нетерпением комментарии. Напишите, как вам такой дизайн. Леопардовый принт у меня повторяется и на одной, и на второй руке. Поближе взгляните на стразы. Кстати, я их закрепила обычным топом. И посадила эти стразы на базу. Держатся просто отлично. Даже три недели. Панду нарисовать очень легко. Вот такие ногти. Очень классные. Яркие. Теперь мы с вами переходим к покупкам. Я вам покажу все самое классное и интересное. Во-первых, у меня появился вот такой замечательный плюшевый блокнотик. Это зайчик с ушками. Сделан, конечно, очень качественно. Мне все нравится. И ушки, и мордочка. Напишите, как вам такой блокнот. Сзади выглядит вот так. Он не датированный в линейку. И напишите еще, пожалуйста, в комментариях, что вы обычно пишете вот в таких миленьких блокнотиках. Давайте покажу вам поближе. Вот очень мягкий, такой пушистый глаз. Я в восторге. Недавно я зашла в Зару и сделала там несколько покупок. Я перемерила абсолютно все черные джинсы, которые там были. И остановилась на таких вот стретчевых скини. Они очень классно тянутся. Хорошо садятся по фигуре. Вот смотрите, вот так вот выглядят сзади. Карманы небольшие, немаленькие. На самом деле у них вот насыщенный такой черный цвет. Камера, может быть, немного засвечивает. Классная ткань. Именно такая плотная, качественная. В общем, эта модель мне очень-очень понравилась. Еще хочу вам показать вот такую малышку. Как только я увидела в Заре эту сумку, вот сразу поняла, что мне нужно ее купить. Тем более такие сумочки, вот как бы тканевые, меховые, они сейчас в тренде. И это как раз совпало с моим вкусом, с моими предпочтениями. На этой сумке есть вот такая цепь. На самом деле не бойтесь таких вот ярких аксессуаров. Эта цепь сделает любой образ очень модным. Показываю поближе. Это джинсовая ткань. Вот такие замечательные, красивые пуговки. Внутри сумка выглядит вот так. Тут есть одно маленькое отделение на молнии. Сюда помещается телефон и одно большое. Напишите, как вам такая сумочка и купили ли бы вы себе подобную. Она очень мягкая и милая, мне безумно нравится. И теперь, ребята, я вам хочу показать свою посылочку с косметикой Фаберлик. Во-первых, я приобрела уже в четвертый раз вот такую вот замечательно удлиняющую тушь. Сразу обращаю ваше внимание на щеточку. Она силиконовая. И благодаря этой туши на ресничках можно добиться как бы такого стайлинг-эффекта, за счет чего они всегда остаются приподнятыми. Эта тушь очень круто удлиняет ресницы и на данный момент является моей самой любимой. Вторая тушь – это новинка. Заказала я ее впервые. Это уже тушь для объема. У нее матовый интересный тюбик и щеточка совершенно другая. То есть у нее маленькие-маленькие ворсиночки. И за счет этой щеточки можно добиться классного объема. Также из декоративной косметики я приобрела сатиновую помаду. Обращаю внимание на дизайн. Здесь вот такие магнитики. И мой оттенок называется, как вы думаете, как нежно-персиковый. Все артикулы я оставляю внизу под видео. Цвет действительно получился очень красивый. Можно сказать, такой универсальный. Также приобрела из серии Лотос вот такую маску для волос. Мне очень нравятся продукты из данной серии. Эта маска, как вы видите, можете прочитать, восстанавливающая. И она подойдет для всех типов волос. Ну, вообще, конечно, рекомендуется для сильно поврежденных, окрашенных, вьющихся. Смотрите, какая внутри. Нежно-фиолетовый оттенок. Очень такой классный аромат свежести. Каких-то полевых цветочков. И вообще, девчонки, Лотос известен своими питательными веществами. Так что мне нравится эта серия. Это такая кисть для румян. Я ее беру во второй раз, потому что первую свою кисть потеряла. И мне нравится тем, как они набирают продукт и передают его на кожу. Из года в год на сайте Фоберлик я заказываю колготки. Если вы до сих пор не определились, какие взять, я вам с уверенностью могу посоветовать вот эти. Смотрите, они идут в такой зеленой упаковке. 140 Ден. Вот такой вот состав. Значит, смотрите, 140 Ден. Вам может показаться, что они недостаточно теплые. На самом деле, это не так. Эти колготки теплые. Я в них отходила всю прошлую зиму. Это вот новые взяла, решила обновить. Огромный плюс в том, что резинка эластичная. Она тянется, не вызывает никакого дискомфорта. Не давит в живот. Не просвечивает, понятное дело. И очень теплые. Всем рекомендую эту вещь. Действительно крутая. И куда же без товаров для дома. В этот раз я взяла вот такой вот концентрированный порошок для цветного белья. Обратите внимание, он действительно концентрированный. И для хорошей стирки нужна всего лишь одна ложка. Этим порошком я довольна. Также я всегда пробую новые ароматы у кондиционеров. Сейчас у меня орхидея и кашемир. Очень нежный такой приятный запах. Абсолютно не резкий, не приторный. Мне понравилось. Всем большое спасибо за просмотр. Ребята, не забудьте поставить лайк. Для меня это очень-очень важно. Также жду от вас комментарии по поводу косметики. И о моем маникюре напишите, что вы думаете. Сделали бы себе подобный. Ну а с вами была Юля. До встречи в новых видео. И всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова